Всем привет! Всем привет! Катаемся сейчас немножко на авиатске. Немножко на авиатске. За старые в авиатске езжай. С другой. В общем, вот куда я показываю, там как раз на авиатске. А вот откуда мы едем, это объездная. Чтобы на авиатск не заезжать. А слушай, вот тут дорога-то нет была? Нет, ты что? Да, по нормальной дороге поаспультируем. Ну так-то да. Тут же заезд-то есть конкретный, да? А мы решили заехать и показать вам микрорайон Верхние Черемушки. Я так полагаю, что эти дома предназначались для расселения из ветхого жилья. Но это мое предположение только, я не знаю на самом деле. Улица Беговая. Улица Беговая. Надо еще обустроиться. Не знаю. Мне нравится, что это трехэтажечки. Район, конечно, неплохой. Ну, по первости-то, да, Стас? Дорога здесь вот так и осталась этими плитами. Ну, видно так бюджетненько, да? Можно сказать. Улица Полянская. Видно. Ну, смотрите, детская площадка шикарная. Жалко, что вот, смотрите, строили-строили, да? А так и осталось все. Не до строя. Вот тут тоже, кстати, детская площадка виднеется. Тут вот пятиэтажечка. Здесь тоже начали строить и передумали. Да, жалко, что передумали там. Люди, может быть, ждали, да? А они взяли и передумали. Улица Полянская, кстати, там была. А тут что у нас? Частный сектор. А мы, интересно, можем выехать там вот в частном секторе где-то или нет? Я-то не знаю. Попытаться можно. Просто, может, вымся и все, и обнимай. А, ну да, и конец дороги. Конец, возможно. Я просто не знаю, куда она ведет. Вполне возможно. Что она ведет вот до этого какого-то сооружения. Вот туда какая-то организация. Там какая-то организация. Может, увидим, не знаю. Еще тут нас с вами не носило. Да? Да. Мне кажется, что это может быть очистнее какие-то, нет? Вот тут были там вот. Не знаю. Ну, тут частный сектор. Причем... Да, 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 мы сейчас с тобой на трассу и выйдем. Ну и хорошо. Хоть не возвращаться тогда назад. Где-то именно там. Да вот тут вот. А, в офису. Ну, около этой автомойки-то. Окола. Ну, домики частного сектора. Ну, какая красота около домиков. Цветет, растет, пахнет, да? Красота. Красота. В Филимоновщину поедем? Да. В Филимоновщину. Папа предлагает нас везти в Филимоновщину. Вот тут недалеко просто. Хотела куда-то съездить, все не было предлога. А, сейчас появился предлог. Как уж, что хочешь, так мы не поедем туда. Ну, так-то вроде как хочу. Тогда не поедем. Топинамбур зацвел, дома вон продаются. Тут тоже как бы шумновато так-то, да? Домик-то. Ну, не знаю, люди живут вот тут, им нравится. Рядом с дорогой, да? Да, потому что можно выехать, можно до остановки дойти. Ну, вот ремонт еще направо. Тут я смотрю, да? Тут деревенька, наверное, давно, потому что видно, что домам-то уже некоторым больше 50 лет. Поэтому. Ну, и вот здесь тоже видно, что некоторые домики-то вот уже такие. Не молодые. Не свежие постройки. Тут дом разбирает. Кто-то разбирает, кто-то собирает, да? Каждому свое. Солнышко мне как-то светит, я вся скукожилась. Некоторые домики такие симпатичные, прям симпапулечки. Когда вот хозяева-то ухаживают, да? О, смотри-ка, что его искусили нынче туда, борщевичок-то. Ну, он, конечно, торчит, но не в такой степени, что прям торчит, как иногда-то бывает. Ну что, мы подъезжаем уже к Казанскому повороту. Поедем с вами в направлению на город Кировочепецк. Река Полой, 300 метров. Наверное, сейчас он маленький ручеек, да? Ну, если считать, что у нас почти месяц не было дождей, да? Все-таки хорошо, что тут сделали светофор. Потому что без светофора здесь плохо. Видите, движуха какая. Все в Киров, кто-то из Кирова, кто-то в Чепецк, кто-то из Чепецка. Кому куда надо. Кому куда надо. Но движение очень-очень активное тут, кстати. Машина-поток-то вон какой, да? Мы уже не успели, да, завернуть-то? Завернуть мы с вами не успели. Наконец-то мы завернули в свою сторону. Много машин сюда. Много сегодня машин, да. Вроде выходной день. Машин много. Из Кирова так и еще. Да-да-да, все куда-то ринулись. Все куда-то поехали. Всем надо ехать. Бегом-бегом-бегом-бегом. Вот эта дорожка уже требует, да, ремонтика-то? Вот можно куда-нибудь сделать. Лынче-то точно уже нет. Лучше можно и ничего. Вот это требует. Не, ну слушай, так-то, 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 так-то. Вот тут вот, как раз, который мы проехали-то. Здесь еще ям нет. Я сказала требует ремонта. Я думаю, что это все. Не знаю. Нет, здесь гораздо хуже состояние дороги. Лучше там. Ну так это понятно, что есть гораздо хуже. Ну, Стас, ну вот это уже ничего не меняется. Где они есть хуже, они там и есть хуже. Что, думаешь, сразу побежали тебе делать там, где гораздо хуже? Ну нет, Федь. Делают вон иногда, когда ты говоришь, там можно было не делать, там все равно положили на число и асфальт. Так что не в этом ведь суть-то, да, наверное. А в чем-то другом. Наверное, у них какой-то там есть план, план действий. Так-то сухо, так-то прекрасно, так-то солнышко светит, но дождя-то надо. Опять пойдут дожди, скажем, ой, как слякотно, ой, как плохо, да. Зачем нам эти дожди? В общем, а мы доезжаем с вами. О, еще какой-то велосипедист. Мы сегодня, кстати, проезжали, а я как раз не снимала, что тут это. Велосипедисты куда-то собирались там, видимо, у них какая-то сходка. Да, велосипедины гнездо вето. Да, они собирались, ехали. А это какой-то запоздалый, отставший. Он съездил, да, сейчас уже обратно едет. Хватит, хватит, накатался. Ну вот, с высоты-то тут хорошо видно Кобели деревню. Ну это же деревня, да? Деревня Кобелита? Да. Ой, ладно. Мы поехали ближе к дому. Кому понравилось, пишите ставь лайк, подписывайтесь на канал. И на сегодня все пока. Субтитры сделал DimaTorzok